Вот, Анечка, скажи мне, пожалуйста, в свете последних событий, счастливый ли ты человек? Я думаю, что по моей улыбке видно, что я счастливый человек. Или просто жизнерадостный? И жизнерадостный, и счастливый. У меня всего в достатке. Вот ученые Виргинского университета замерили среднюю цену счастья по миру. То есть ее теперь в деньгах. И это 5 миллионов рублей на наши деньги. Тогда я не счастливый человек. Всего 5 миллионов рублей на одного человека с Земли. А россияне, кстати говоря, в этом плане оказались намного скромнее. И согласно опросу, который проводил фонд общественного мнения, для счастья нам достаточно и 50 тысяч рублей в месяц. Вот так вот. Мы как бы значительно проще. Я, похоже, не в этой стране живу. А чтобы ощутить себя богатым, вот знаете, что надо сделать? Я не знаю, сейчас спросим у гостя. У нас сегодня в студии психолог Лариса Залевская. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Итак, скажите, пожалуйста, ну вот действительно ли деньги – это такой важный момент для счастья? Ведь мы знаем огромное количество примеров людей, очень богатых и совершенно несчастливых. И наоборот, человека, который живет, казалось бы, в непригодных устах, но он счастлив этим. Да, ну вы такие приводите две крайности. Вообще, наверное, деньги важны. Не скажу, что это первая необходимость для счастья, да. Но денег должно быть достаточное количество, да. Вот вы действительно две такие цифры говорили, да. Кому-то будет жемчуг мелковат, кому-то будет супчик пустоват, да. Но денег должно быть достаточное. И, скорее всего, деньги, от чего зависит количество денег? Вы просто в этом? Так. Вы же ко мне не про счастье, а про деньги? Ну, давайте. Ну да, скорее всего так. И вот количество денег, их достаток, зависит от мировоззрения человека. Мировоззрение нищего человека, бедного человека и мировоззрение богатого человека. И вот количество денег будет как раз зависеть от того, насколько действует это мировоззрение. Мировоззрение складывается у нас в родительской семье. Я вот вам сейчас хочу предложить практическое задание, чтобы вы сейчас, Аня и Павел, узнали, в какой семье вы родились и какое у вас мировоззрение. Давайте, конечно. Вы согласны на то, что зрители узнали сейчас что-то? Я не комплексую по этому поводу, мне мама денег не дала. Я принесла такую колоду, которая называется денежная. И мы по первой карте выкладываем, вы выбираете по одной карте с вопросом, количество денег или денежная программа вашей мамы. Да, пожалуйста. Моей мамой. Так, и Павел, уже берите. И я тоже беру, любую. Вы сразу выкладываете на стол. Выкладываем. Так, уже видите какую-то картинку. Сразу вторую карту, денежная программа вашего папы. Пожалуйста, Анна. Маша папа, хочу отсюда взять что-то. Итак, чистая психология, друзья, как мы ее видим. Это у меня папа властелем мира. О, Анна уже сделала, да? Что вы можете сказать про денежную программу вашей мамы, Павел? Что вы видите на этом? Значит, это, скорее всего, деньги из кармана, думается мне, вот так, торчащие. Деньги, торчащие из кармана. Что это за программа? Это наличие денег. Небережное отношение к деньгам, может быть, так? Небережное отношение, да, больное отношение к деньгам, да. Вторая карта, деньги в банке, ну, складирование, наверное, вот об этом, да? Да, это вот, ну, хорошо знать своего папу, это может быть вот так. Вот, к сожалению, с папой у меня как раз не задалось, поэтому, ну, возможно так. Возможно так, то есть предполагаем, да, подсознание показывает. В моей ситуации, мне кажется, это из трубы, да, деньги вылетают? Это я правильно вижу? Ну, как ты видишь это? Деньги вылетают в трубу, это мама так у вас, да. Это мама, да, видимо, как-то она прям с наритами, да. Вот, а у папы так получается, что весь мир в его владении, да? Ага, то есть деньги как, ага, папа владеет миром, да. Возможно, есть такой ресурс. И теперь вы выкладываете, забираете еще по одной карточке, это ваша собственная денежная программа. Аннушка, пожалуйста. Которая сложилась от программ ваших родителей. Итак, вот. Мне вот дерево я поливаю. У тебя дерево. Денежное, причем, смотрите, это дерево, где вместо листиков деньги, да? А у меня в руку летят деньги. Да. Вас устраивает ваша программа? Вполне себе хорошая программа. Наверное, да. Все растет. И вот очень важно, чтобы вы проанализировали потом, да, и поняли, чего хорошего вы можете взять от родителей и этим усилить свою денежную программу и свое мировоззрение. От чего важно отказаться? Ну, давайте так, вот сейчас перейдем совсем к более насущным вещам. Но вот мы конкретно проанализировали. Вот сейчас смотрит нас человек и хочет, попивая чашечку кофе, так, чтобы это кофе каждое утро было со сливками и еще бутерброд с красной икрой. Может ли он прийти к психологу и сказать, слушайте, помогите мне разобраться с деньгами? Поможете? Да, с мировоззрением. Конечно, поможем. Конечно. То есть сначала меняется мировоззрение в голове, затем меняется поток денег у человека наяву. Да. А упражнения какие-то есть действенные, чтобы вот сейчас, например, рассказать, что нужно их перекладывать? Вот мне кто-то рассказывает, нужно посчитать все свои деньги. Все должны быть лежать вот одинаково, одна к другой, чтобы вот любят деньги счет. Все это работает? Деньги любят счет в плане того, что деньгами надо учиться управлять. Не в плане считать купюры в кошельке. Хотя то, что вы говорите, это не упражнения, а ритуалы. Ритуалы помогают сконцентрироваться на позитивной стороне денег. То есть когда человек начинает перекладывать, он выражает им уважение. То есть он их не проклинает, он на них не сетует. Он таким образом выражает уважение, посвящает этому какое-то время. Отлично. Спасибо вам огромное. Ну, то есть, резюмируя все вышесказанное, у нас, к сожалению, заканчивается катастрофическое время нашего общения. То есть можно через голову по-другому прийти к деньгам. Только так и можно прийти. Спасибо вам за хорошую беседу. Напомню, что у нас сегодня в гостях был психолог Лариса Залевская.